30 лет назад во втором туре президентских выборов победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Задача у лидера тогда стояла непростая – отвести Беларусь от кризисов и пропасти. Практически заброшенные предприятия, пустые магазины и повальная коррупция. Сильный лидер принял бой и победил. Тогда время было такое, что повылазили не только БНФ и прочие. Фонд Сороса тут же объявился со своими, грубо говоря, пирожками. Там такая мягкая сила, стали говорить, вот мы вам это покажем, а это там польский институт, институт ГЁТ. Фонд Сороса заявляется ведомой в свете доброчинной организацией, которая занимается деянностью в галине распроцовки экономичной политики, реформ о эдукации, сродках массовой информации, а так само финансованием разных международных проектов в этой сфере. Сегодня на пресс-конференции присутствовал сам Джордж Сорос. Такая атмосфера, конечно, была, там, Белорусский народный фронт, там, какие-то там прочие партии, которые тут же умело манипулировали. Вот, любая проблема, они откуда-то вдруг из-под мышки вылазили, типа, мы поможем, мы поможем. И очень хорошо, я помню, что у меня папа был жив еще тогда, и он, ну, ходил на эти какие-то собрания там, воодушевленные, но он пару раз ходил, потом приходит, не буду, говорить, кемем уже словами об этом сказал, вот, и какое-то странное, вот, прозвучало там, незадолго к кому-то ушел, он какой-то, как-то даже завет такой странный дал, говорит, голосуй за Лукашенко, типа, вот он не предаст. В конце прошлого столетия, когда рушился Советский Союз, республики в него входившие испытали сильное напряжение во всех сферах общественной жизни. Коснулось это и Беларуси. Останавливались предприятия, разрывались производственные цепочки, падали доходы людей. Но избрание первого президента нашей страны стало отправной точкой, с которой начался этап эффективного развития. Твердую позицию проявил президент. Он молодец. Он сохранил предприятие, не дал им, вот, как раз-таки, повторить участь или судьбу многих-многих аналогичных предприятиях на постсоветском пространстве. Благодаря вот такой позиции жесткой, сохранить предприятие, в частности, вот, Гомельский химический завод, благодаря поддержке президента, благодаря инновационному фонду, государственным деньгам, сумел вот в те годы вложиться в реконструкцию, переоборудовать производство, самое главное производство, это серно-кислотное производство нашего предприятия, это сердце завода, которое позволило дальше, собственно, работать и сохранить коллектив, и приумножить. Вот мы за 30 лет более чем 2,5 раза увеличили объемы производства. Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов белорусов. Для нашего народа она стала национальным, экологическим, экономическим и социальным бедствием. В свое время из-за границы Беларуси советовали закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на ЧАЭС. Гомельщина до сих пор считается наиболее пострадавшим регионом. Но Александр Лукашенко не поставил крест на этих территориях. Глава государства им уделяет особое внимание с самого начала своего президентства. Беларусь стала не просто местом, где самые большие были последствия чернобыльской аварии. И Гомельщине, и непосредственно по лесскому краю глава государства по сей день, все 30 лет, уделяет внимание. Ведь по большому счету государственная программа по ликвидации последствий чернобыльской АЭС была в первую очередь нацелена на это. Централизованно планируя и осуществляя мероприятия в различных сферах деятельности, Беларусь смогла реализовать комплексный подход к управлению постчернобыльской ситуацией. Выполнено пять государственных программ, на реализацию которых потрачено около 19 миллиардов долларов. Ставшие уже традицией рабочие поездки президента в пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС регионы способствуют разрешению там наиболее сложных вопросов. Соцзащита, медобеспечение, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения, направления которые активно реализуются на загрязненных территориях. Простой человек в центре государственной стратегии, определенной президентом. Социальное благо и защита населения – приоритет нашей страны, что позволяет нам выстраивать сбалансированную модель, гармонизирующую интересы личности, общества и государства. Глава государства уделяет максимум внимания здоровью граждан Республики Беларусь. Как он сказал, медицина – это не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности любой страны. Без здоровой нации не будет никакой экономики. Поэтому в этом направлении, конечно, мы ощущаем всеобъемлющую поддержку главы государства. В городе Гомеле в последние годы в значительной мере мы укрепили материально-техническую базу наших учреждений. Так были построены новые объекты. Центральная детская поликлиника, центральная клиническая поликлиника. Несколько лет назад введен в строй корпус ожогового отделения в первой городской клинической больнице. Кроме того, ввели буквально недавно новый корпус в больнице скорой медицинской помощи, который оснащен самым современным оборудованием. Сегодня белорусское государство – это про космос, атомные технологии и современные производства. И главное – безопасность и спокойствие людей тоже стали визитной карточкой Беларуси. Лозунг Александра Лукашенко тех лет с народом был и остается актуальным. Татьяна Пемененкова, Сергей Жиленко – Новости недели.